Россияне отмечают день рождения Александра Сергеевича Пушкина. Сегодня его стихи звучат в библиотеках, музеях, скверах, причем не только на русском. В метро Новосибирска по традиции за четверостишья пропускают бесплатно. Ольга Маховская расскажет, что стихи можно не только слушать, но и, например, под них танцевать. Сегодня день рождения Александра Сергеевича Пушкина. Вы сможете в метро проехать бесплатно, если расскажете четыре любые строчки любого стихотворения. А, романтично. Романтическо мне нравится. На русском чаще всего жетон выдают за мороз и солнце «День чудесный» или строки из поэмы Руслана Людмила. Записано на подкорке, смеются преподаватели-волонтеры. Даже если захочешь, не забудешь. А я его не помню. А напомню что-нибудь, а? В луковоре дух зеленый, золотая цепь надувит он. Днем, в трем, 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 в трем. И с ним надо. Спасибо. Там чудеса, там леший бродит, русалка на ветвях сидит. Достаточно. Очень спасибо большое. У меня даже внук, которому пять лет, он вот это вот знает наизусть и всегда всем рассказывает. Дочки читали это с самого раннего детства. И она не учила, просто помнила. Она своему сыну. И с поколения в поколение это происходит. Некоторые читают отрывки из Евгения Анякина. Причем очень-очень красиво читают. Вообще замечательно, здорово. Здорово. Что помнят нашего поэта, любят нашего поэта. Ну, так должно быть. В Первомайском сквере память проверяют с помощью анкет. Задание явно нравится школьникам. Говорят, вот бы так на экзаменах. Не знаешь? Подсмотри. Правильный ответ можно найти тут же. Начните с троки стихотворений. Учник. Так. Орел молодой махает крылом, клюет под окном. Я сейчас буду выглядеть глупо. Грустный товарищ махает крылом, кровавую пищу клюет под окном. Здорово. Молодец, Александр Сергеевич. Кроме того, здесь говорят о том, что стихи Пушкина вечны, всегда актуальны и практически универсальны. Так, например, оказалось, что его строфы настолько музыкальны, что под них прекрасно можно танцевать. Любви, надежды, тихой славы, недолго неже у нас обман. Исчезли юные забавы, как сон, как утренний туман. А вот музыкальный аккомпанемент под стихи Пушкина выбрать непросто. Не все подходит. Подождите, я так сразу, надо подумать, Пушкин под балалайку еще ни разу не делал. Трусоват был Ваня Бедный. Нет, это нереально, Пушкин под балалайку. Сказки надо рассказывать, под балалайку у меня. Но, несмотря на это, Пушкин, говорят филологи, был и остается самым народным поэтом всех времен. Ольга Маховская, Дмитрий Кабанов. Новости здесь, Новосибирск.